Доргинский финал или все-таки реванш с Бибертом? Кто-то из нас короче ляжет, но кто-то в нокауте будет. Если мы с ним подеремся всю дистанцию, этот бой войдет в историю. Биберт и Курбан, извините нас, мы чуть-чуть забегаем вперед. Я в вольной борьбе практически ничего не выигрывал. Да, ты выиграл у Фройса, но ты не выиграл Хазбулаева, титул тебе подарили. Если он весь делать не будет, вы хотя бы мне скажите, я говорю, ну, типа я тоже не буду делать. Которые пару раз попадают, сразу прячутся, руки поднимают. Они мне голые фотки отправляют, целая команда. Какие вы видите шансы у Маусера в поединке с Тапурией? Хочется правильнее подавать, чтобы они не смотрели вот этот поп ММА. Он вообще трусливый был. Хотя я его даже захват не взял, он сдаться хотел. Когда ты видишь, что весь есть кавказцы, и у тебя уже знаешь так, ты сразу напрягаешься. Мне очень неприятно, когда говорят, за пацана удержат. Я не верю, что он без химии. Он реально настолько силен физически. Альберт Дураев тоже говорил, как он Бакли просто там полы им вытирал. Энерджи Драгон. Разбуди в себе дракона. Друзья, одно из самых интригующих и долгожданных противостояний, которое состоялось в 2023 году, это был бой между Алиханом Сулеймановым и Исламом Амаровым. На тот момент Алихан был чемпионом, Ислам претендент номер один. Данный поединок планировалось провести ранее, но из-за некоторых причин, из-за, скажем так, состояния здоровья Амарова и так далее, этот бой не состоялся. Но в итоге бой случился, но зритель не получил, наверное, того самого удовольствия от этого поединка, которое могло бы быть, потому что осталась определенная недосказанность. И вот, по происшествии полугода после этого поединка, хотел сразу, но получилось, так как получилось, в нашей студии я собрал двух участников того самого поединка. Ислам Амаров, ассаламу алейкум. И Алихан Сулейманов, тоже ассаламу алейкум, приветствую вас. Но с того времени расклады изменились. Ислам уже чемпион, Ислам защитил свой пояс, против полпутников вышел в финал, грампри Алихан после этого не выходил в клетку, потому что травма, полученная в том бою, пока еще до конца не зажила. Но давайте начнем с актуального. Рад вас видеть в первую очередь. Ислам, спасибо, что приехал из Дагестана. Несколько дней прошло от твоего боя. Ты был в горах, и несмотря на это, ты вернулся в Махачкалу, оттуда приехал в Грозный. Алихан, тебе спасибо за то, что ты не отказываешь нам, скажем так, в медийном продвижении вашего вероятного реванша. И поздравляем тебя, Ислам. Ты защитил свой пояс, первая защита проведена. Ты вышел в финал грампри. Ты прошел очень опасного соперника в лице Алексея Полпутникова. Расскажи немного об этом поединке. Насколько ты доволен? Все ли получилось так, как ты планировал? Ас-саляму алейкум. Спасибо за поздравления, Арсамбек. Да, я ожидал от него, ну, чуть большего, можно сказать, но все равно я получил такое, чуть переживание перед боем. Бывает. А с чем оно было связано? С тем, что слишком спокоен был полпутников, слишком уверен был, чересчур уверен был в себе. И на церемонии взвешивания, на фейс-то-фейс он так легко пробежался, такой заряженный был. И на подкасте еще спокойно там разговаривал. И что-то вот это взволновало, можно сказать. А чего ты ожидал? Ты думал, какие-то сюрпризы будут, раз он так уверен в себе? Я думал, достаточно времени было. После того, как он подрался, и после того, как я уже определился, как чемпион и как претендент с ним драться, я думал, у него было больше времени. Но как видел, как почувствовал, за такой маленький срок, хоть и не маленький, но невозможно набрать такую борьбу, которая у нас в базе, которая у нас еще с детства заложена. Видимо, уже какой бы хороший стоящий ни был, невозможно набрать такую борьбу. Из-за этого я думал, он набрал, когда так спокойно разговаривал. Но после первого прохода, что-то такое это тоже в голову пришло, как он меня оттолкнул. Физически очень крепкий, очень достойный соперник Алексей, уважительный. Ничего плохого не могу сказать, но, по-моему, как говорил Ислам Махачев, в этом спорте есть уровни. И я как почувствовал, как идет, вот сейчас я сам чувствую, ну, не люблю хвастаться, но чуть другой уровень, да? Уже чемпионский уровень, можно сказать. Чуть уверенность прибавляет, когда поезд у тебя, наверное, Алихану, понятно это чувство. Из-за этого, думаю, уже после первого раунда уже все сомнения, но не только после первого, как только мы зашли в клетку, Корнею пригласил, мы по рукам дали, вот тогда я уже почувствовал то, что и не такой большой он, и все вот эти все мысли отпали. Ну, смотри, несмотря на это, вот в первом раунде были довольно тревожные моменты, наверное, для тебя, когда он поджал тебя в первую половину раунда к сетке, потом ты попробовал провести тейкдаун, не получилось, и вот в тот момент показалось, ничего себе, вот она интрига. Какие у тебя мысли были? В тот раз думал ли ты, что могут быть проблемы, или ты понимал, что ты навязываешь рано или поздно борьбу? Я это понимал, но я и чувствовал, то, что первый раунд уходит не в мою пользу, но такое чувство было у меня. После первого прохода тоже, то, что у меня не получилось, он отзачивался, это ему в актив пойдет, и то, что он меня поджал, то, что по корпусу поработал, то, что выкинул, ну, по его движениям тоже чувствовалось, то, что он поджимал, он держал центр, и чуть ли не пропустил, тоже был момент из его серии, но я не почувствовал во время именно размена, а так на повторе смотрел, видно было, как он размен, хорошо один удар зашел, но потом после второго прохода, как ногу поймал, повалил, и тогда, я думаю, я даже больше ударов не сделал, можно было полпутникова дать первый раунд, такой раунд не был, без удара, без ничего, потом я подумал, без удара он не пойдет, потому что Тимиров ровно так же ему проиграл, он проходил, валил, все у него получалось, просто держал, надо было что-то активнее, позицию поменять, побить его, и потом эти мысли были в голове, вот внизу он мне попал, я знал, что он мне попадет, я знал, локти у него хорошие, даже до сих пор голова болит, он хорошо попал мне с локтя, и после боя тоже разговаривал с Артуром, судья есть, как раз таки он ему и отдал раунд, он говорил мне, ты почувствовал удары, ты же, ну он рядом походу сидел, и я почувствовал эти удары, первый раунд можно сказать, ни туда, ни сюда, но такой раунд, можно было больше, больше судей ему отдать, он можно было отдать, из-за этого, второй раунд уже, как всегда, я набираю обороты, со второго раунда, чуть разогрелся, пот пошел, уже, я думал, уже надо заканчивать, даже, я предвидел, никому не говорил, но у меня в голове, вот, представление такое было, надо, он хорошо дышит, попадется момент, я должен его задушить, удосрочить, но добить у меня, так легко не получилось бы, потому что он встает хорошо, как только я руки отпускал, он вставал, из-за этого, я думал, спину отдаст, над этим тоже работали, Шамлеом Альбатиром, вот именно над этим удышающим работали, и все получилось. Алихан, насколько внимательно ты смотрел поединок Ислама, против Алексея, и насколько ты впечатлен этим выступлением Ислама? Да, я ожидал поединка, и, если честно, такой расклад был, вот, ожидаемый, я знал, если он хорошо не попадет, что, ну, все равно, Ислам его будет бороться, и, ну, я, ну, есть одно но, я думал, если он встанет, в этот раунд, Исламу уже тяжело пришлось бы, потому что, я вот, как заметил, у него уже руки забивались, потому что он его душил сильно, и я знаю, каково это, когда ты сильно человека душишь, он расстает, ну, получилось, как получилось, его, сейчас его время, он побеждает, и, я думаю, в финал тоже Ислам выиграет, должен выиграть, если не попадет на колено, либо не напараться на кулак, я думаю, Ислам выиграет. А кого ты в финале с Исламом ожидаешь увидеть? Ну, видишь, вот, тут, та, муж, у которого, у этого есть, Биберта, она очень опасна для ударников, ну, этот, Курбан, очень такой, сюрприз, за меня, что угодно, можешь сделать, то он в ноги бросается, как болезнь, то он бьется, как боксер, поэтому, только один всевышний знает, что будет, но, если так, технически рассудить, то, конечно, Биберт, намного, как бы, угрожающе выглядит в этом поеде. Ну, ударная мощь, на самом деле, Биберта, это, мне кажется, что-то невероятное, и в мире, мне кажется, в стойке с ним мало кто сможет стоять, это просто данность, без обид для кого-либо, и я, опять же, не устаю сравнивать, многие меня за это ругают, но ничего страшного, мы к этому привыкли, вот я смотрю на Топурию, он же панчер такой, у него очень тяжелые руки, и мне кажется, в бою с Бибертом, у него были бы большие проблемы, это же стилистика, это же стилистика, наверняка вы тоже думали, да, в этом. Не подходят абсолютно по тактике, говорю, та тактика, которую они должны будут драться, но Биберт его бороться, ему не даст, я думаю, Биберт по нокаутам забрал этот бой. Ну, Биберт вообще это парень, который, его бороть удавалось только тебе, и Тимуру Хизрееву, ну, и он Тимура борол, у них 5 раундов, очень близкий бой был, там буквально один тейкдаун решил, Ислам, ты сам как считаешь? Ну, давай по порядку, Алихан говорит, что чувствовал, что твои руки забились, если бы не провел удушающий Алексею Полпутникову, могли бы быть проблемы. Как ты сам считаешь, если бы бой зашел 3-й раунд, 4-й, 5-й, а ты не дрался 5 раундов, были бы какие-нибудь проблемы? Ну, именно вот, когда борюсь, вот его удерживать тяжело было. Я знал, у меня, да, руки оттыкали, но не так сильно, чтобы он не мог там дальше работать. Чуть-чуть были, да, но он не так сильно, но я знал, если я его буду держать, у меня тоже руки забиваются, но он в 2 раза больше забивается. Из-за этого уже, когда первый раз я взял удушающий, я череп взял. Я тогда давил, чуть-чуть было там, но тогда сильно давил. И руки чуть забивались. Но уже Полпутников тогда снимал мои руки. А второй раз, когда за спину зашел, я уже четко взял, там уже хоть руки забились. Полпутников, я думаю, уже сам забился, оттек, и уже даже не убирал мои руки. И было ощущение, честно, прям я встретился взглядом с Алексеем, его лицо было передо мной, было такое чувство, как будто он уже хочет выйти из боя, что ему уже надоело там находиться, под этим прессингом. Чувство, когда дерешься, она приходит сама по себе, то, что уже ты чувствуешь, соперник сломался. Я первый бразильец, имя забываю всегда. Луис Лаурентино? Нет, Рафаэль, да? Который тебя на треугольник брал. Не-не-не, это Луис Лаурентино, а вот до этого, который 3-0 шел, Коби Буллину проиграл. Да, который Коби Буллину проиграл, мы обязательно ставим, да, имя что-то, Родригес, Родригес. Я его повалил, первый раунд, второй раунд, когда я проходил, я посмотрел в нему глаза, и он вот так делает секундантом. Типа, я не могу остановиться. И после этого я уже понял, а он черный пояс, кажется, по джицу, что-то погреб. Из-за этого иногда в бою сам чувствуешь. Вот ты почувствовал от Алексея, что это все уже? Я почувствовал то, что он отек, и когда я его уже, несмотря на его мощь, на его такое атлетичное тело, я его мог там с корпуса повалить. Ну, уже я то, что хотел, то, что думал, сделай, у меня прокатывал. Из-за этого я думал, он уже не сдался, не хочет отдать бой, но он уже подустал и дышит очень тяжело. Вот такое чувство. И я должен уже закончить. Вот такое чувство бывает в бою. Вот Алихан сказал, что ожидает увидеть в финале с тобой Биберта. И в реванше, если не будет сюрпризов, ты также говоришь, что Амаров Ислам фаворит. Правильно? Ты сам как считаешь? Доргинский финал или все-таки реванш с Бибертом? Я думаю, вот многие... Видишь, вот сейчас, если даже скажу, 50 на 50, но я так и думаю, потому что они сами думают, вот так оба бойца, вот так думают, кто из них попадет, тот и... Вот Курбан, например, я смотрел, он говорил, кто-то из нас, короче, ляжет, но кто-то... А Курбан ты считаешь способен уронить Биберта? Достаточно. Он очень... Я же говорю, у него очень сильный удар. Я когда только начинал драться, он уже чемпионом мира был, я пришел в зал, Курбан мне капу выбил на спаррингах. Он так же, как в бою, работает на спаррингах тоже. Он такой... И очень сильный удар, как будто камнем бьет. Если по голове попадает, именно кулаком, он как будто камнем бьет. Еще есть такой бойц, я с ним тоже дрался. Магомед. Абду Саламу, он ракета мага назвал. Мага, ракета, да, ударник. У него тоже очень сильный удар. Вот я из-за этого с обоими дрался, с обоими пацанами дрался. Но так спарринг с ним, с ним дрался. Из-за этого я не скажу, что у него меньше силы удара. Если Курбана наглухо не уронить, он, думаю, может забрать бой. И дышит он очень хорошо. У него были бои с Фройсом, где ему попадали, он кувыркался, вставал, дальше дрался. С тримированием были такие же. Если наглухо его не уронить или руку не сломать, не задушить, он, я думаю, очень хороший, зрелищный бой будет у обоих. Давайте вспомним, наконец-то, ваш поединок. На самом деле, для меня это был самый ожидаемый бой в прошлом году. И я получил удовольствие от тех скоростей, которые были в начале поединка, от того уровня, который вы друг другу предложили. Но, естественно, разочаровало то, что Алихам получил травму, и дальше уже бой пошел не по, скажем так, такому сценарию, что была какая-то интрига. Но что имеем, то имеем. Прошло уже полгода, эмоции спали, но хочется все-таки, чтобы вы высказались, объяснились, потому что помню, что было определенное недовольство. На ваши отношения это вряд ли повлияет, и это было бы удивительно. Но со спортивной точки зрения определенной спортивной злости, я считаю, по отношению друг к другу у вас только возрастет, потому что вы высказались, и эти высказывания были не совсем где-то для вас приятны. Алихан, начнем с тебя. Поединок против Ислама Амарова. Принял ли ты, признал ли ты то поражение? Абсолютно да, потому что мне было предписано с Всевышним проиграть в тот день. Если бы не рука, то было бы только что-то другое. Ему надо было стать чемпионом в тот день. И я это прекрасно понимаю. Но мой гнев вызвало, эмоции вызвали. Это его болельщики, спасибо им, что они очень неуважительны ко мне. А что конкретно? Насмехались надо мной, не знаю, я до боя как будто я как Конор болтал, что сломаю Ислам или типа подобное. Но типа они насмехались. И я столкнулся с таким в первый раз, что у меня так с левых аккаунтов оскорбляют, насмехаются моим поражением. Там насчет руки шутят, кто-то там говорит, что я ничего не сломал. Имитировал. Да, да, да. Но это меня очень сильно разозлило. Разозлило на Ислам, не знаю почему. Тем более у меня еще рука болит, я не сплю еще недели-две с этой рукой. И еще эти комментарии в директе мне эти... Ну, короче, я в Пиру сталкивался с такой... Но тем не менее, мы с тобой записывали интервью, у тебя было недовольство по отношению к Исламу. Насколько я понял, тебе не понравилось то, как праздновал Ислам. И ты говорил, что на его месте ты бы не отмечал победу. Вот сейчас, вот сейчас, я вот его понимаю, он сделал то, что он должен был сделать. Тогда вот, ну, смотри, со стороны его более неуважения. Потом, со стороны своих, типа, давай, иди, ижу, пожимай ему руку, типа, туда-сюда. И это меня вот с обеих сторон очень напрягало. Я не знал, что... Потом мне жест его скидывают. Ну, сейчас вот, когда вот ты без эмоций думаешь, он не такой человек, который, я больше, чем умею, даже не знаю, что такое означает этот жест. Он такой, ну, сельский парень, он несовременный. Он в кедах не ходит, чтобы такие эти, показывать жесты. я ему нашел оправдание, когда уже успокоился. И празднование, ну, да, это немножко так, да, сейчас, ну, я сломал руку, но это все равно победа. Ну, ты сказал, ты бы не праздновал бы, да, на месте слома? Ну, ты уверен, да, что ты не праздновал? На данный момент, нет, я не уверен, потому что я не знаю, что будет. Если я дерусь за титул, я выиграл титул, тем более, он не мешка выиграл. Да. Этот бой шел не в его пользу, он сломал мне руку, точнее, я сломал одно и то же. Ну, и он вырвал победу, я думаю, вот сейчас, если подумать, это, наверное, есть повод для радости такой момент. Ислам, мы с тобой также записывали интервью, ты помнишь реакцию Алихана, и ты тогда, тебе было, что сказать. Прошло время, эмоции улеглись, но тем не менее, как ты отреагировал на недовольство Алихана в тот момент? Что для тебя было самое неприятное или обидное? Я, честно говоря, его понимаю, его все это. Из-за этого я ни в одном интервью, ни к себе в Инстаграм, ни в соцсети, ни в свое недовольство, ничего. Я просто с тобой, ну, с тобой созванивались, разговаривали, я тебе просто сказал, я хочу сесть вот так лицом к лицу. И тогда вот это спросить все, что тогда было сказано. Тогда был такой момент, то, что я, помнишь, ты развернулся в конце первого раунда, и мне сказал, добивай, добивай, и посмеялся. А там интервью где-то, я увидел, то, что ты мне сказал, благодаря, мой палец сказал. Да, я сказал. Там такого не было, меня вот это что-то так из себя вывело, короче. И я хотел, и я сразу позвонил Алихану, у меня даже после боя я у этого друг тренера борется с тобой, Сайфула. Я у него, я его видел после боя, я зашел, там, они сидели в фойе, пожелал удачи, там, скорейшего выздоровления, но он мне там сказал, благодаря, ну, из-за моей руки, благодаря, мой палец тогда сказал. Я посмеялся, ничего не сказал, это поражение, но так получилось. Я к нему подошел, после нашего боя тоже сказал, сегодня я, в следующий раз ты выиграешь, это всего лишь никакого там религиозного, вот этого не, но этот бой срывался еще до этого. Говорили, точно так же, когда я сорвал бой, такой же негатив был с твоей стороны, болельщиков. Говорили, я испугался, все дагестанцы боятся его, снимаются, Хазблаев сранился три раза, он специально не сделал весь, но я это оставил спокойно, вообще, внимание, я не веду инстаграм, у меня даже настроения не было из-за этой ситуации в стране и даже в Палестине, вообще, смотреть, кушать невозможно, когда смотришь такие видео, и оставил вот это все. Потом, я вот так хотел поговорить, я после боя позвонил, телефон тоже не поднял, хотел спросить, как палец, вот, когда операцию хотел сделать. Потом я приехал, этот интервью увидел, то, что ты сказал, вот так, благодари мой палец, сказал, он знал, специально мне в руку ударил, вот это, когда услышал, я разозлился, честно говоря, позвонил, спросил, тогда тоже не поднял, потом я разозлился, я разозлился, я разозлился, я хочу вот это просто спросить, тогда было вот это. Но сейчас чуть утихло, чуть улегло, я знал, что он поймет после боя, то, что, а вот это радость, и столько шел, один раз сорвали вот эти разговоры, потом, если не в этом бою, я где еще должен был радоваться, я просто вот это не знаю. Эмоции, да, жесть, жесть говорят все, я там микрофон взял, сказал всем, вот это никому не адресовано, это мои эмоции. С Бибертом я точно так же, руки, обе руки вот так понял, с Замиром поднял, ничего там такого, но в очень хороших отношениях. И с моей стороны, вот это на отношения никак не повлияло бы, то, что его обиде, я знал, то, что вот так сядем, встретимся, он поймет, я пойму. Я знаю то, что реванш, всем интересен, и я тогда тоже говорил, то, что первый раунд, да, я проиграл, был принципиальный бой, у кого борьба лучше, у кого, ну, в реванше тоже, я думаю, мы можем раскрутить этот бой не хуже, Биберта с кем-то, или, ну, как любой другой бой, даже не как Исма и Токов, мы можем лучше раскрутить реванш, никаких проблем нету, я понимаю, травма получилась, был принципиальный бой, можно про реванш думать дальше? Я тоже думаю, без реванша тут никак, потому что, ну, все равно, люди заслуживают увидеть этот бой, я думаю, если мы с ним подеремся, всю дистанцию, этот бой войдет в историю, и с моими навыками борьбы и всего, я думаю, этот реванш неизбежен, и после гран-при, я уже надеюсь, что мы уже, уже следующий бой, он будет защищать титул против меня, потому что, и это лига интересна, это всем интересно, бой, который так быстро закончился, ну, сами понимаете, и единственный человек, который в плане техники, его может победить, это только я, там никто его больше не выиграет, результат зависит от Всевышнего, потому что, ну, как бы я, ну, возьмем мой бой, наш первый бой, все было нормально, все, я его борол, что случилось, так и может и в следующий раз случиться, но только уже, может я в нокаут упаду, может он меня передышит, но в плане техники, в плане грепплинга и борьбы, только я его могу бороться и защищаться от него. Но при этом, Алихан, ты простаиваешь уже полгода, ты пока не дерешься, тебе твоя травма не позволила это сделать до Рамадана, хотя у нас были попытки, мы с тобой не секрет ни для кого связывались, и мы с тобой сначала декабрь, планировали, потом январь, потом март, но хорошо, что мы не поставили бой, потому что затянулось твое выздоровление. Как ты считаешь, вот пока Ислам выясняет отношения в Гран-при, сейчас ребята дерутся в марте, после Рамадана, ну, в лучшем случае, там, июль-август, да, наверное, где-то там Ислам подерется, что тебе нужно делать за это время, ты же тоже, наверное, хочешь драться? Да, конечно. Тебе же хотя бы бой, наверное, надо провести? На данном этапе моей жизни Ислам – это самый, сильный мой соперник. Может быть, он будет и самым сильным, но на данный момент самый сильный, и мне надо продышаться, провести один бой с крепким бойцом, проверить себя, потому что я не с ударником ухожу. Поэтому я хочу провести бой и подождать Ислама, пока он уже не закончит дела в Гран-при. А есть у тебя понимание, вот с кем бы ты мог подраться, какой-то соперник, который имел бы смысл, да, в поединке с тобой? Ну, как бы сейчас я бы, знаешь, хотел бы подраться с бойцом, который хорошо защищается от борьбы, у которого есть сила, чтобы защищаться, вставать, ну, с таким бойцом бы хотел. Если я проиграю в этом бою, то мне делать нечего с Исламом уже. Поэтому я хочу крепкого соперника. А есть ли имя конкретное? Да я их имя даже не знаю. Есть один бразилец крепкий, он еще с Тимбировым дрался. Сейчас он, по-моему, 3-0, самая длинная у него сейчас. Карлос Спартас, да, да, да. Он у Довлатмандо выиграл. Да, вот он, вот, я видел, сильный боец. Он может вставать на этих, еще умеет хорошо драться в стойке. С Керимовым у него такой напряженный поединок был. Да, если честно, я думаю, что даже этого бразильца в этом бою засудили. Ага, ну, близкий бой был. Да. И вот такой боец мне нужен, чтобы подраться с Исламом, потому что Ислам тоже будет с хорошими бойцами драться в финале, кем бы это ни был, Курбан, Толи. Поэтому, я думаю, надо провести один бой, как треношный лагерь. Если я пройду, и, инчааллах, я думаю, уже я буду готовиться на Ислам. Ну, на самом деле, знаете, так, немного забегая вперед, если случится так, что ты выиграешь Гран-при Ислам, и что ты выиграешь свой бой, Алихан, я думаю, где-то в декабрю мы могли бы устроить такой турнир вот с этим поединком. Есть еще ряд боев, которые напрашиваются, ожидаемые и так далее. Потенциально это Фариду Надилов против Муслима Магомедова, там Гасанов против Шамиля Абдуллая, наверное, чуть раньше подерутся. Ну, условно говоря, там, если Гасанов выиграет против Токова, если Токова выиграет, вот что-нибудь такое, я думаю, мы могли бы устроить реально очень крутой турнир. Но давайте все-таки вспомним ваш первый поединок немного детальнее, чтобы понять для себя, что может измениться во втором бою, и что вы можете предложить друг другу. Ваше внимание на экран, Алихан, я попрошу тебя немного развернуться, посмотреть на экран. Да, и сейчас снова хочется испытать эти эмоции, посмотреть, вот, и, естественно, ваши комментарии также будут здесь очень важны. А не было ли здесь у вас у кого-то, знаете, вот такого соблазна пойти вперед сразу борьбу? Не, вот у меня точно не было, потому что в этом бою что-то... Я вот так билетену в эту... Ударку я думал вообще как с ним, я в стойке еще ни с кем не стоял, но заходил в борьбу сразу, а здесь я здесь хотел сам в стойке чуть поработать. Вот нога зашла хорошо у него. Алихан, если можно будет этот микрофон поближе, если что-то комментируй. Вот смотри, вот это попадание, было ли оно ощутимо, Ислам? В первом раунде вот в голову то, что он один попал, хорошо попал. А так, там мне по руке он попал, чуть равновесие потерял, там начнут комментаторы типа поплыл там, или что, сейчас увидим. По руке он не попадет, когда я выступ. Вот это, да? А здесь ты сломал, да? А здесь ты сломал, да, Алиха? У меня холод пошел вот так. Ты прям почувствовал, да, Алихан? Да, от холода у меня пошел между азилами. Не, вот здесь, наверное, там же ты по руке попал, вот здесь в голову попал вот через руку. И вот уже спустя 30 секунд я уже начну чувствовать боль. Ислам, какие у тебя мысли были здесь? Было ли что-то такое, что что-то идет не по плану? Или чувствовал спокойно себя? Здесь чувствовал спокойно, без никаких напряг, потому что у меня задача была ему спину не отдавать. Я над этим работал очень давно. Я вот руку даже вот так закинул, мне кричат оттуда руку убери. Чтобы не обошел, да? Да, да. Я вот так покажу там сухрабу, все нормально, типа чувствую. Вот этот момент наоборот у меня уверенность пришла в какой-то момент. Я думал, ты повернешься в спину, я смогу уже. Нет, из-за этого я маунт тоже пропустил там. Лучше не спину, а оттуда я выходил уже. И с Маратом оттуда работал. Вот здесь, вот здесь я сейчас сухраб там будет кричать руку, оттуда вытащил. Алихан, если можно, микрофон, пожалуйста. Чувствовал ли ты боль именно вот в эти моменты? Вот в эти моменты уже, да, я уже сильную боль чувствую. Ты вот заметь, я не бью этой рукой. Я один раз в голову ударил, я опять почувствовал сильную боль. Ислам, а ты не понимал, да, что здесь с рукой какие-то проблемы? я вообще даже, когда сел, меня начали отвлекать, я уже во втором раунде уже планировал идти вперед. И Сайгид говорил, там, что-то с рукой уже, когда сели мы уже, начинался второй раунд, а я Шамилю говорю, я все уже почувствовал, типа, сейчас начну я обороты набирать. И слушать не хотел вообще. И когда долго затянулся, я думал, что-то не то, короче. Вот хорошее тоже добивание было. Да, вот здесь локтям, пару локтей попал, но давление такого прям не чувствовал. Из-за этого я руки старался держать постоянно. Алихан, кто-то говорит, что ты немного задышал после первого раунда. Были ли у тебя здесь какие-либо признаки усталости? Нет. Нет. Не было, да? На самом деле признаки, я там ничего не делал, я просто держу на нем. А вот здесь они кричали мне вот. А я оттуда сам тоже шею если хорошо держу, то уже задушить мог, короче. А вставать не было у тебя задачи, Ислам, оттуда? Не, вот не старался. Если я встаю, я постоянно спину отдаю. Другим, например, другим бойцам, кто не душит, я могу. Чехату сколько раз я спину отдал. знаю, что он меня не задушит. А вот здесь мне самое главное это задача было спину не отдать. Как Тимировым я бы застрял там. Ноги длинные он бы заправил этот... Вот здесь маунт, да, получается. А вот здесь уже чувствовал то, что выйти смогу. Там мне лучше маунт отдать, чем спину, думаю. обратный треугольник. Да, очень серьезно такая вязкая борьба была. Ну и вот за 10 секунд до конца ты перевернул ислам. Алихан, потерял концентрацию или что там было? Я вообще о руке вот этот момент думал, когда мне секунд надо кричали, что... Что сейчас говорил Алихан Тейс? Скажи спасибо моей руке. Я хотел на него посмотреть. Вот когда уже кричат секунда, время 15 секунд. Я хочу на руку посмотреть. И этот момент резко перевернул меня. Такая история, да? Ну вот такой вот первый раунд у нас получился. И вот здесь что ты сейчас сказал, Алихан? У меня висит палец. А, висит, да? Он вот здесь был. Кость у меня вот здесь был. Смещение, да, произошло? Ну, если бы я хотя бы мог захваты брать, я бы, наверное, еще пролежался. Захват, да, насчет захвата говорится, что палец сломан. Вот повторы. Тейкдаун показали. Вот локоть. Ну, когда я уже палец увидел свой, ну, я уже и морально подсел. На перерасту пробовал. Да, юс, фраисов, ханилав, ханилава, сзади. Ильяс Магомадов, известный борец. Ну, у меня, я думал, вот это с судей у тебя какие-то проблемы. Нет, он сказал, типа, все, заканчиваем бой. Я сказал, я выхожу, не, имею в виду, когда добивал, я вот тогда уже только вспотел, он что-то долго поднимал. алихан, а почему ты вышел на второй раунд, понимая, что такая история с рукой, тем более, что это было бы даже, наверное, не твое решение, если бы тебя сняли, а врача. На самом деле, врач мне сказал, что, ну, запрещай. Я потом начал там баковать на него. Он сказал, делай, что хочешь, он вышел оттуда. Ну, я не знаю, просто, когда я дерусь, я не знаю, как это, думаю, надо драться до конца, и сразу вышел. Тем более, все равно, я бы потерял титул, и не хотел бы просто так. Да, вот уже видно, что здесь уже темпа сжимаешь руки, вот это мне очень больно. Ну, я там уже не знал, что пальцем что-то, или руку сломал. Вот это неодолит, я столько работал, анаконда, или что, как называется? Да, ручной треугольник. и у вас здесь был хороший заход. Вот это только пальцем я взял. ну и здесь уже Алихан, уже ты понимал, что здесь наверное уже все, или все-таки была еще надежда, что когда выходил на второй раунд, я уже знал, что пять раундов я точно не буду с ним смогу драться с этой рукой. морально фасировать этот момент уже, когда уже видел травму. Да, было, конечно, определенное разочарование в этот момент, потому что именно конкуренции хотелось бы. Могу выходить из-за этих захватов, могу вставать. Я очень хорошо встаю вот эти места. морально что-то. Ну да, здесь уже понятно, что уже все решено, уже поединок завершен. Он здесь тоже взял один момент. Да, я только вот эти места взял. на этом тебе печень пробил, Больно. Было, но не пробил. Звук услышал. Ну вот это много и быстрый удар. Я думал, он остановит сейчас. Он стоит, смотрит. У меня там брат посчитал, он говорит, 70 ударов нанес, а там другим 10, 5 ударов быстрых наносит, он не останавливает. он столько урона. Урона вообще я удар не чувствовал абсолютно. Вот когда корпус бил, не чувствовал. но видимо именно статус боя, чемпионский бой, рефери тоже подстраховался, чтобы завтра ему ничего не сказали, не обвинили. Наверняка уже. Ну да, здесь уже очевидно, что нет как бы ответных. Признайся, ты устал. Вот это добивание, да. Вот смотри, вот этот жесть, такой один был, который я даже не видел тот момент, это жесть абсолютно. Смотри, Алиха, вот это, посмотри, вот про этот жесть говорили. вот про этот жесть говорили. Ну да, если честно, больше похоже на то, что как бы вот так. На самом деле нет такого, не похоже на тот жесть. Да, да, потому что он, скорее всего, даже не знает, что это такое, как его показывать. Там у меня братья стоят, вот там именно мои болельщики сидят. Я им вот это покажу, что ли, если так подумать даже. На самом деле такая ситуация нервная была. Там в этой трибуне много болельщиков Алихана сидели, и твои, скажем так, братья тоже некоторые сидели, и какое-то определенное напряжение создалось. Понял ли ты сразу, что это следствие, скажем так, этого показанного жеста или нет? Я, наоборот, ушел в другую сторону, и там тоже вот так сделаю походу. Вот уже в другую сторону иду, и там тоже то же самое я сделал. Я там даже не понял до конца, пока этот не позвали, и этот не начали объяснять там, вот так там болельщики, короче, узнал, взбудоражили. Вот из этого. Только подошел к Майрбеку, тогда я узнал то, что там возмущение туда-сюда. Так я до этого даже не видел, что там происходило. Мне тоже скидывали все эти жасные, типа надо спросить него. Даже если кто-то будет спрашивать, то я буду его типа с него спрашивать. Это вообще не ваше дело. Даже если показал, показал мне межнационально вот это, чтобы не надо. Ну там были, вот на видео видно, там прыгают. Потом я их один-один туда. У меня тоже много друзей чеченцев. Я говорю, это мои эмоции. Как я хочу, так и я показываю свои эмоции. Это же вам все нравится, я не могу. И там ничего не говорят, а там на камеру столько возмущений, прыгают. У меня племянник не потерялся, маленький, который сейчас зашел. А там по-моему Магомед Сагид тоже с кем-то общался, выяснял отношения. Там потом Шамиль Алибатиров мы подошли, поговорили, я микрофон взял, отходили там еще со спины кричат, и этот разозлился, он говорит, ты что, он же сказал, объяснил, зачем зря говорит, суету делайте, зря поднимать здесь. вот так. А в личку много писали неприятных вещей? Не, особо не было, в комментариях иногда заходишь, вот левый аккаунт, как ты говоришь, вот там много вот сейчас выиграл тоже полпутника постоянно, не умолкаю там. Джихад что-то проснулся позже времени, говорит, выиграй его, говорит, я с тобой хочу реванч. Веселый бой у вас был на самом деле. Ему тоже ничего не ответил, но я хотел написать ему, скоро не знаю, как он залечит травму, Ажмурад Алиев, я думаю, будет у нас в лиге, да? Да, да, есть договоренность такая. Я думаю, Джихад, пускай его встретит аккуратно, хороший очень бой будет, я думаю, зрелищный. Ну 61 же нет? Нет, 61 же. Алихан, вот мы посмотрели этот бой, извини, что напомнили тебе об этом, не огорчайся, это часть нашего, скажем так, спорта, победы и поражения. Какие выводы ты сделал, и как ты считаешь, что тебе нужно изменить в реванше? В той ситуации я только думал, почему со мной так случилось в этот момент, а сейчас я не думаю, что мне надо что-то менять, но все было нормально, все мои заготовки проходили, и все шло по плану, но в тот день, как я и сказал, было предписано в сегодняшнем выигре свой титул, защитить его, поэтому я не претендую на эти вещи, что если бы не есть, это нельзя говорить, так что менять я ничего не собираюсь, абсолютно все было нормально, если бы он еще и вставал бы, это вообще нормально было бы, так-то все было нормально, я был в хорошей форме. Смотри, вот я как смотрю на эту историю, ислам не является таким бойцом, которому важно выиграть каждый эпизод боя, как Хабибу это было важно, каждый раунд забрать, ислам и перед боем с тобой говорил, ребята, я могу пропустить тейкдаун, вы меня можете бороть, вы можете меня забрать раунды, вы можете меня забрать период какой-нибудь, я не знаю, но я все равно верю в свою итоговую победу, и такое ощущение, знаешь, что ислам действительно, один раунд проводит, может проиграть, какую-то разведку проводит, и потом обороты включает, и это очень-очень серьезный темп, другое дело, сможет ли ислам этот темп давать все пять раундов, и вот поэтому мне интересно, вот если ваш поединок без форс-мажору нормально пройдет, если он состоится вообще, мы-то, Биберт и Курбан, извините нас, мы чуть-чуть забегаем вперед, но про вас мы тоже не забываем, пусть это вам поднимет мотивацию, если вот этот поединок пойдет там, второй, третий раунд, думаешь ли ты, что ислам способен вот этот запредельный темп давать, и готов ли ты к этому темпу? Я изначально был готов к этому темпу, я бы сбивал его темп, так как я бы не стал бегать с ним, то есть принимать его манеру, да, ему пришлось уже со второго, с третьего раунда уже драться в моей стихии, уже в моем темпе, потому что я абсолютно, у меня не было в планах давать такой темп, я вот, мы выходили, я думал, сейчас он будет давать темп, защищаться от меня, и в конце концов я дам ему самому у сетки меня подержать немного, чтобы он засек, и уже обычно в своем темпе я думал провести уже остальное время, потому что все всякое может быть, может он эти три раунда меня так нагрузит, что я уже буду не готов к двум раундам, но по плану абсолютно я никуда не спешу, я просто медленно, там, четко забирать спину, любой удобный попавшийся момент душить, и добивать, абсолютно, план был просто сбивать его темпе. Ислам, как ты считаешь, нужно ли тебе что-то новое предложить Алихану в вероятном реванше, или все так же останется? Нет, я не буду оставлять, но я буду улучшать свои моменты, то, что я пропустил в этом бою, то, что есть, свои навыки буду улучшать, имеется в виду, сейчас я старался спину не отдавать, в следующем бою, может я буду стараться сам забирать спину, но я буду стараться улучшать свои моменты в борьбе, именно в стойке, сколько бы не дрался, как выбрать, я думаю, уже я не смогу такой четкой перестроить именно в стойку, да и мне этого и не надо, я думаю, лучше свои навыки я буду улучшать, мне больше ничего не надо, боюсь с Алиханом именно свои навыки улучшить в борьбе, креплинге, в защите, и я думаю, они думают, ну, соперники, Алихан все думают, пять раундов я не смогу, я с Бибертом дрался такой темп, у нас, я после каждого раунда отходил, у меня руки были оттекшие, и я на третий раунд ушел, вот так зажал руки, и на третий раунд вот так вышел, уже держал я его вот так с корпуса, а если бы еще два раунда было? потом, вот на третий вот так я вышел, после третий вот тоже, уже минуту, когда дают восстановиться, дыхание у меня восстановилось, уши, идеально, в хорошей форме был, вот за эту минуту, что-то восстановился, руки именно что-то оттекшие были, из-за того, что, но я его долго держал в спину, из-за этого, а так за минуту я восстанавливаюсь, вот это время хватает, если не хватает, что-то подвигаться, не просто так я туда-сюда скачу, не тактика такая, просто восстанавливаюсь в это время, в зале тоже время дают, отдыхать, я не ходьбой, не сидя отдыхаю, я стараюсь вот так двигаться постоянно, на ногах отдыхать, из-за того, что организм привык, наверное, такой прям усталости у меня, прям ноги, чтобы забылись, такого нету, именно вот с ним, из-за того, что долго держал спину, у меня были руки оттекшие, но после этого боя у меня не было ничего такого, после, как с Бибертом подрался, пару боев еще провел, но там, в этих боях у меня не было, что с руками, что проблема, вот так оттекли руки, не мог сжать, вот такого нету. Из всех боев, которые ты в лиге ACA провел, какой самый сложный был для тебя? В лиге ACA, это, ну, ни для кого не секрет, это Биберд, но, самое сложное, сказать, такого сложного нету, прям, чтобы я не мог откуда-то выйти, тяжелое положение, ситуации нет, но Биберд очень крепкий, даже чем джихад, джихад хоть физически крепкий, но джихадом я сам не такой формы был, а с Бибертом я в лучшей форме можно был, ну, вот сейчас тоже я был в хорошей форме, и вот с ним очень сильно в такой форме был, я на высоком заходил, в круг, можно сказать, когда нападали, я сам, наоборот, темп давал, вот он был самый такой, крепкий, можно сказать, такой тяжелый бой, если можно тяжелым назвать, вот это, а из соперников у него физическая мощь, я не буду сравнивать из соперников ни у кого, и сей очень крепкий. У Биберд, да? Да. А вот то, что Алихан говорил, то, что он считает, что по техническим моментам, если мы уберем из расчета, то, что там удар, да, можно донести лаки панчем или не лаки панчем попасть просто, вот, согласен ты с тем, что набор навыков Алихана, это для тебя как бы самые сложные? Сложные, нет, самый неудобный для меня Алихан, неудобный, как и для него, мы оба друг другу самые неудобные, а сложные, в общем, сказать, мы друг другу не такие сложные, если навяжем, кто навяжет свою работу, кто навяжет свою борьбу, он грейплинг, я свою вольную, тот и выиграет из нас вот такой расклад был до этого, как мы дрались, и я вижу такой же расклад вот сейчас, как и со всеми бойцами, я никогда не убираю в сторону то, что могут мне попасть, то, что я могу проиграть, я к этому тоже готовлюсь, там нету, проиграл, я голову отпустил и дальше, я проигрывал тоже, но вот, в любителях, в любителях проигрывал, но не собирался там останавливаться, я в вольной борьбе практически ничего не выигрывал, там кроме зоны Дагестана, районные пару раз выиграл, но я и не выезжал, не было такого, возможностей не было выехать, там Махачкалу побороться, из-за этого, а так я ничего практически не выигрывал, я всегда проигрывал, на схватках мог проиграть, перекидки, могу две схватки дают, оба схватки проиграть, могу слабому сопернику проиграть, вообще никаких проблем нету с этим, я вообще готов ментально, как говорится, психологически, этот бой у нас подряд получился, Ибрагим Магомедов и я сразу вышли друг за другом, и оба тренера там были, там, чтобы меня настраивать на бой, такого нету, также они слишком спокойные были, тренера, даже там говорили, мы за Ислама вообще не беспокоимся, меня даже самого вот эти слова что-то заставляли волноваться, что-то другие слишком меня сильно уверены, слишком верят меня там, подводят, вот это было, а в бою выйти, подраться, вообще никаких проблем не бывает, подраться там, проиграть, выиграть, вот то, чтобы подвести публику, кто приезжает, очень много приезжает, вот именно вот это бывает переживание, а так бою против соперника, вообще переживания никаких, если я готов, если я могу драться, ничего, вышел, не подрался, как мешок, чтобы завтра пришел, сказали, ты же вот так там проиграл, вышел, подрался, как мог, показал достойный бой, не прячешься, как пару боев видел, которые пару раз попадают, сразу прячутся, руки поднимают, для меня это самое главное, а так все проигрывают, нету никого, кто не проигрывает, кто вовремя уходит, кто-то остается, затягивается, и всех этот достигнет, я думаю, если вовремя не уйти, два пика у человека не могут быть. Алихан, вот слушая ислама, видя его настрой, насколько ментально он силен, да, какие у тебя мысли бывают, готовишь ли ты себя заранее к тому, что этого парня просто так не сломить, мне нужно какие-то сверхусилия приложить? ну, я и в первом бою узнал, что легкой прогулки не будет, так как он дергается, как рыба, быстрый, но я просто был уверен в своих навыках, моей вольной борьбы и грейплинга, что я выше на голову. а что касается ментальной составляющей, вот именно вот этого настроя, готовность идти до конца, скажем так. Я был готов на все, вот единственное напрягало, что у меня титул, и вот за счет, как ислам правильно вот это заметил, когда у тебя титул, немножко напрягает. И тем более, вот эта первая защита, и тем более, тебя же, помнишь, постоянно угнетали, в том плане, что ты с Хазбуллаевым не подрался, да, ты выиграл у Фройса, но ты не выиграл Хазбуллаева, титул тебе подарили, вот такие моменты тоже были, и мне очень хотелось выиграть ислама, потому что, как бы, чтобы я там не говорил, ислам же самый лучший в этом дивизионе, ну, для меня неудобный он, и сильный, можно смело сказать. А если с Хазбуллаевым сравнивать? Нет, с Хазбуллаевым попроще было бы задача. Попроще дальше, да? Да, да. Ну, почему, ну, проще, в каком плане, он опаснее ислама, конечно, он может ударить тебя сильно, и тоже такой, двигается быстро, и сам заходит в борьбу, а он, его тебе еще ловить надо. Ну, в плане, вот, выносливости, вот, единственное, что меня напрягало, вот это, пять раундов, ислама драться, вот, вот, только этот момент. Я знал, что если он меня поймает с ноги, из десяти в восемь раз я защищусь. Если я поймаю его ногу, я из десяти в восемь раз его посажу. Вот в эти моменты, в грепплинге я знал, что я смогу его контролировать, я был уверен в своих силах. Единственный момент был, вот, вот, дистанция. Потому что Ислам, вот, он такой боец, он не обязательно, как ты сказал, он может тебе там раунд отдать, там, может, он на прогиб полетит, но все равно он дерется. Вот этот промежуток последних два раунда, вот этот вот был вопрос у меня. В плане техники борьбы и грепплинга я знал, что, ну, я бороться его смело в три раунда, смогу. Алихан, вот тебе принципиально подраться именно с Исламом? Вот, к примеру, допустим, что Ислам не выигрывает гран-при, и Ислам теряет свой поезд, да, и, допустим, Биберд или Курбан его забирают. В таком случае, учитывая, что ты сейчас на первом месте в рейтинге доходишься, будешь ли ты просить титульный бой, или тебе хочется именно реванш с Исламом провести? Сейчас мне Ислам, вот, даже если Ислам проиграет, никто не застрахован. Если ему сегодня там сделал, что он проиграет, он проиграет примерно, либо как я, либо просто пропустил, ну, я уверен, что он по очкам никому не проиграет. И мне нужен Ислам для того, для уверенности в дальнейших боях. Мне вот важно его победить. Не потому, что якобы там мне к ним не связано, ни в коем случае это вообще из спорта не должно выходить. Я его уважаю как брата, как своего соперника, но просто мне очень хочется победить Ислама, чтобы знать, что я могу в дальнейших боях, чтобы я был уверен, потому что он один из лучших. Ну, это мое мнение. Ну, такой неудобный, как Ислам, вот, я вообще для себя соперника не видел. Задам тебе аналогичный вопрос. Является ли Ислам самым сложным соперником для тебя в Айси, из тех, которые были? Или был кто-то другой еще? Даже если я скажу нет, это будет ложью, потому что Ислам, его статистика и его бои говорят сами за себя. И просто опасности такой я от Ислама не чувствую, потому что он там коленом... В плане ущерба ты имеешь в виду? Да, вот этот момент. Я могу с ним бороться. Вот этот момент. Ну, он лучше этих всех. Это однозначно. Алихан, ты просто так ничего в этой жизни не получал. Я тебя знаю 10 лет, даже больше, по-моему. и тебе постоянно приходилось что-то доказывать, завоевывать, забирать и так далее. Наконец-то, придя к этому титулу, наконец-то, забрав чемпионский пояс и так скоро с ним расстаться, насколько это было тяжело. Вспомни время, когда ты потерял пояс и что для тебя изменило в жизни. Много ли кто отвернулся, много ли... Вот часто же бывает, когда ты там теряешь пояс или терпишь неудачу, ты узнаешь людей по-настоящему. У тебя в этом плане как дела обстояли? Да, вот эти срывы тоже титулные меня очень сильно напрягали. Вот я иногда думал, может мне вообще оставить эту лигу и куда-нибудь в другой лигу. В UFC? Ну, не UFC, любую другую настройку. Я разочаровывался. Потом сорвался бой с ним и вот, клянусь, в последний раз, когда с ним я вот 99% был уверен, что он боя не будет. Такой был настрой. Вот реально когда я подхожу его тренеру, это ребята, он обычно всегда с бойцами из Дагестана приезжает туда, я ему говорю, если он весь делать не будет, вы хотя бы мне скажите, я говорю, типа, я тоже не буду делать, подеремся. Но если там, ну, типа, мы сделаем весь, и потом, как я его вижу, он реально очень плохо себя чувствовал. И потом, я думаю, я сейчас человека убью. И вот, в этот момент, я думаю, он сейчас 100% ты счастлив, мне позвонишь, типа, ислам снялся по состоянию здоровья. И вот этот момент тоже был. И вот, когда я вот взял у Фройса пояс, и вот эти моменты тоже были, как будто я, вот, никак, ну, неполноценный пояс взял. Это тоже меня напрягало. И потом еще защитить пояс, вот это тоже очень сильно напрягало. Вот я больше люблю атаковать, чем защищать. Это вот мое. Вот сейчас у меня забирать, чем защищать. Больше мотивации и больше спортивной злости, чем тогда. И изменилось, да, очень много, много людей изменилось. Он об этом узнает, если потеряет. Да, я много слышал об этом, что много друзей появляются, то, что старые, чуть назад. Но, честно говоря, у меня не было такого после пояса. У меня, я стараюсь, вот, с кем я рос с детства, вот они, есть, кто строит три человека, друзья, я особо много друзей там, как сказать, не друзья, знакомые. Много знакомых появляется, они близкие. Тебе звонят, например. Я могу посидеть, но не каждый день. Тебе позвонили, ты же мне не скажешь попить кофе с тобой. Тебе подходят, ты там, кому-то там пришел, он тебя позвал. Много, кто рядом хочет быть. много, эти моменты есть. Ну, я такого значения тоже им не придавал, потому что в глубине души я знал. Ну, я думал, чисто ради Аллаха, туда, сюда обнимаются. Много, очень много примеров, очень много, кто есть, через это, кто прошел, рядом, которые были, всегда говорили, они всегда будут, на что даже денег, на что этого, всего, славы. я даже не вытаскиваю пояс с этого ящика, чтобы он у меня, если придет кто-нибудь в гости, может сын вытащить, там, показать, с собой потащить, он даже его поднять не может нормально. Вот он, а так, я ее даже не вижу, там, она у меня так же в ящике. лучше тебе вообще не думать о таких вещах, и тренироваться дальше, но это реально, это же, я вообще, значение особо, то, что я чемпион, то, что это, я даже, у меня ни одного фотография нет, только после боя с поясом, я где-то вытащил, его отдел, я чемпион, я хочу, чтобы вот сейчас, когда я пришел, я говорил, я своими боями буду собирать стадионы, там, трибуны, и когда уже, то, что ты говорил, то, что ты хочешь сделать, когда уже превращается, ну, превращается в реальность, в реальность, и вот это видишь, когда уже комментатор, когда везде пишут, вот, он хороший, он там, достиг другой уровень, туда-сюда вот, стараешься, вот, говорить там, себе, это не предел, еще надо работать над собой, и вот, я больше всех, больше всех, ну, есть некоторые люди, которые могут меня нормально настроить, собрать, пару слов мне хватает, но, больше всех, и лучше всех, я сам себя настраиваю, я могу там собраться сам, даже без никого, что-то тяжелое положение, не сказать тяжелое, а представить себе такое, и вот собраться. Ну, сейчас вот, да, вот этот момент, потеря пояса, с меня большая груза ушла, сейчас я ментально, намного больше готов стать чемпионом, и, не знаю, почему, вот эти 5-6 минут, нашей драки, вот, много чего во мне изменило, вот этот, вот этот промежуток, весогонки, там, срывы боя, потом эта травма, я вот морально, намного сильнее сейчас. Акреп, да? Акреп, и вот правильно я начал смотреть на вещи, и морально я стал намного сильнее. Вот, Ислам, ты говоришь о том, что нужно, да, не придавать значения, это все, конечно, правильно, но есть и другая составляющая, это медийная, ты все-таки чемпион, крупнейшая, топ-3 лиги мира, и естественно, от тебя хочется видеть какую-то активность, чтобы ты был постоянно, знаешь, актуальным, чтобы ты шумел, чтобы ты напоминал о себе. Как получается, ты выходишь, выиграешь бой, уезжаешь, сначала в Махачкалу, оттуда в село, и все, про тебя ничего не слышно. Потом мы назначаем бой, ты появляешься, вот в этом плане, не было ли у тебя, знаешь, вот каких-то мыслей, немного более медийным стать, поработать над этим, или все-таки твой образ жизни парня с Уркарахского района, и именно то место, которое тебе какую-то мотивацию, силу и спокойствие придает, ты не хочешь это все менять. Я после каждого боя вот так думаю, сижу, вот сейчас я начну там, если даже подготовка идет, я думаю, вот сейчас свои тренировки начну выкладывать, потом сейчас буду вести, я даже думал, кому-нибудь отдать, чтобы ввели мой инстаграм. Вот такие мысли бывают, но когда уже все заканчивается, что меня же знают не таким, я же вообще не такой, это мне не подходит. Я в село приезжаю, меня знают вот таким вот, какой я есть, а там начну вот этот говорить, там кому-то что-то замечание, ну не замечание, а вот это вести, разговаривать, и потом чуть-чуть отталкивается, и потом до этого времени вообще не доходит. А так я хочу ее ввести, конечно, медийку, чтобы поднять подписчики там, но ее потом даже у меня где отмечают, мне закидывать лень бывает иногда в инстаграм. А ты больше времени, вот если в процентном соотношении брать, где проводишь, в Махачкале или в селе? Не, я в Махачкале бываю, я когда готовлюсь, вообще не езжу в село, вот сейчас в Рамадан месяц я поеду, там соберутся много, у нас огромный зал, можно сказать, в городе нету так много залов, сколько, ну такой, как у нас, высокий, с кольцами, два ковра, хороший очень зал, со всеми удобствами. у меня собираются там студенты, которые уезжают в рейкбе, споры бывают постоянно, такие интриги бывают, и он там, у меня эмоции намного больше бывают, даже чем в бою, вот это то, что там жесть и считают, вот это вообще мелочь, у нас там, когда Шамилем играем, он чуть ли нас не посылает, у нас такие бывают эмоции, то, что вот Ушатайка закинула одно видео, где мы в рейкбе играем, и я вот такие вещи делал, а я громко не мог крикнуть, потому что там Шамиль стоит в другой команде, а мы всегда против играем, из-за этого, я рамадан месяц, такой выходной, могу в село поехать, там отдохнуть, но там тоже, у меня неделю без спорта, потом я уже в зале, такого не бывает, ни дня без спорта нету вообще. Алихан, ты такой образ, знаешь, в отличие от Ислама, такой образ городского парня, такого модного, продвинутого, создаешь, и знаешь, ты одеваешься нестандартно, у тебя там одежда такая, знаешь, современная, и так далее, но я же знаю, что ты тоже выходишь из селения, ты тоже не всю жизнь в городе жил, расскажи немного о том, как твоя жизнь устроена, как твой быт проходит, часто ли ты в селе бываешь, ты родом из Веденского района, насколько тебе важно, насколько тебе важно там тоже бывать, и так далее. Но я, как ты сказал, рост всего лишь грозным, и нет от того, что, ну, я городской, либо нет, я очень люблю свое село, Терзен, в этом селе меня очень сильно уважают, любят, как бы это мой дом, я себя чувствую там везде, куда бы я ни пошел, со мной здорово. Ты олимпийский чемпион, да же? вот, настолько меня там уважают, что, ну, в будущем я планирую там жить, а так, вот, если так, честно быть, я вот две сутки не протянул бы в селе где-нибудь. То есть тебя обратно в город тянет, да? Да, я привык всю жизнь в движении, всю жизнь во дворах сидеть, и, но так я очень сильно люблю свое село, своих односельчан, потому что, как бы там ни было, как там, нигде нету. Искренне, да? все искренне, вот, тебе уважение, вот, хотя они могут просто пройти мимо. Вот то же самое, то же самое, вот, проходишь, просто говорят, тебе в лицо не могут, из-за того, что стесняются, о, и стал мамару, и стал, вот такие разговоры, и, когда ты подаешь какой-нибудь пример, хочется правильнее подавать, чтобы они не смотрели вот это, попами мимо и друг друга там поливали грязью, сейчас там появляются разные, но всегда не бывает все хорошо, то, что есть городские движения, вот это все там появляется потихоньку, а хочу, чтобы они очень много примеров, больше внимания придают мне, из-за этого они сидят, сидят дома там, девочки маленькие, мальчики все, у нас залы полные, 50-60 человек на бокс ходят, 50-60 человек на грейплинг, ну, больше, на грейплинг, сейчас грейплинг появился, на вольную, столько же залы, вот, полные, короче, и хочу, чтобы они были такими же, такой пример подавать им, они всегда говорят, их родители, все, они хотят, уже ММА хотят, там ММА нету вообще, они хотят перейти в ММА, если туда, там ММА, тренер придет, все, они все, все перейдут, из-за того, что я там, ММА там, чемпион стал туда, они все перейдут туда. То есть, можно сказать, ты пробил, да, это именно, это направление? Они уже, как кумир их, не как этот, и я хочу, такой пример подавать, чтобы они были скромными, и в себя верили, они там болтали, там. На самом деле, нам с Исламом, это не идет, что-то там, мы говорим, если бы, да, там, за рубежом были бы, там можно было, там бошку оторву, там, сломаю, что-нибудь сказать, ну, тут видишь, все свои, и ты не можешь, как, так неуважительно относиться, ну, нашим менталитетом. Лучше, я думаю, сейчас показывать бои, уже, если, будет возможность, уже выступать за океаном, там, в другой лиге, можно уже, да, поболтать немного, там, сказать что-нибудь. Ну, там другие лиги тоже, безначально, придают этому, а ИСЕ особо значения не придают, но хочется, чтобы, вот, этого спортивной злости было, до боя, например, меня разозлил, Маркус, Родригес, до боя, просто стояли, фейс-то фейс, делал, руку поднял, крикнул, я думал, что он делает, что-то так, этот, шуганул меня, и после боя, я ему тоже, по плечу ударил, и руку поднял, крикнул, вот такие, ну, с бразильцем, можно потолкаться, ну, с другим, а мы можем там потолкаться, спортивнее это показать, потом выйти, обниматься, тоже, что-то так смотрится, у нас именно, вот, в лиге, где мы не можем, нет выбора, выбрать себе соперника, где нету, так скажем, есть свое мнение, но ты не можешь там выбирать, кого хочешь, там, когда хочешь драться, дают дату, готовишься на эту дату, и дают соперника, все, соглашаешься, я еще не знаю, кто-то здесь соперника себе выбрал, легкого, чтобы продвинуться, вот такого нет, а там узнаешь у других лиг, а я с ним не хочу драться, троих предлагают, и я одного выбираю, вот, из-за этого, хотя я вообще, ну, достаточно агрессивный, вообще, ну, в плане, этих, ну, когда вот назовешь, чтобы там человек не делал, меня абсолютно не зря, ну, абсолютно все равно, холоднокровно, как будто ты понимаешь, да, что это просто, да, абсолютно, но никогда не нервничать, желание залезть тебе в голову, и так далее, абсолютно, вообще даже не думаю, ну, толкнуть его, там, что-то агрессивно, у тебя же, кстати, вот, Ислам, ты сказал про Маркаса, Родригеса, это такой маленький пример был, на самом деле, у вас так далеко не зашло, я помню, у тебя же была история, когда ты еще в ACB дрался, там твой соперник, очень плохие вещи делал, он тебе в директ, там, неприличные фото присылал, у тебя же был такой соперник, у тебя же был такой соперник в истории, в карьере, британец, да, по-моему, да, ну, не знаю, какая-то, смесь была, по-моему, такой черный был, непонятного цвета, ну, короче, козел козлом, он, походу, с Индии был, не знаю, ну, гражданин этой, с Англией, ну, они же не, растут, они же не мужики большинству, у них же нормально эти вещи отправлять там, они мне голые фотки отправляют, целой командой. А зачем, для чего это было? Я не знаю, просто так, просто так мне такие вещи. Это до боя или после было? До боя, до боя, еще я даже не доехал туда. Прикинь. И такие вещи, и потом один бутылку бросает, я подбегаю к нему, он бежит, и меня охрана, короче, уводит. И потом я еще палец показал публике. Потом они кидаются, типа, хотят меня избить. Ну, когда я и Сайфула стоим, мы, короче, идем к ним. Ну, они не подходят сами. Ну, типа, делают вид, что мы, типа, ну, короче, мне хватило от этого, от этого, от этого, от этого менталитета, чтобы вообще, раз и навсегда, их не считать мужиками. Ну, вот этот Англичан, он вообще трусливый был. Хотя, он, вот, я его даже захват не взял, он сдаться хотел. Просто почувствовал, что я устаю. Ну, я очень сильно забился. Наверное, ты помнишь этот бой? Да, там вся команда, по-моему, была. Да, осмелел, подрался. А так он, даже вот после боя, он ко мне не подходил. И как я взял титул, я помню, он, у меня так оскорбительно, типа, я тебя там туда-сюда, и мне дали, этот, контракт с Беллатор, типа, ты моя ступенька, там, типа, туда-сюда. Я ему... Это когда было? Ну... Когда ты уже пользовал его? Да, да. А, ничего себе. Я ему сейчас отправляю фотку, он проиграл тысячи три боя, и, ну, типа, говорю, кто из нас теперь, ну, этот... он мне пишет, отвечает, но это было в прошлом. Ладно, но хотя, ты же помнишь, я ему это сообщение удалил. То есть у вас история сохранила? Я скрин сделал еще тогда, ему отправить. И вот резко я подумал, как я выиграл титул, уже 20 месяцев прошло, и вот я его вспомнил. Скрин нашел, скинул ему свое фото с поясом, а он сейчас дома сидит. У тебя был такой принципиальный соперник, с кем вы настолько далеко зашли? Не, ни разу еще. Такого не было. Ну, замечаете, да, что вот, как ты сказал, Алихан, наверное, вот как-то здесь это неприлично делать, вот с иностранцами такие зарубы получаются. Ну, они сами. Еще мусульмане с его командой эти фотки отправили. Серьезно? Я заходил, я заходил, я заходил, еще там мусульманские надписи есть, Аллах. Пакистанец, там пакистанцев много. Я не знаю, мусульмане там половина мне эти вещи отправляют. Меня это очень сильно разозлило. И индусы тоже, некоторые мусульмане, но и пакистанцы, там очень много в Лондоне пакистанцев. Когда я кушал, вот это, он не заходил. Я говорю, иди сюда. Он говорит, ну, типа, его Тенри его, типа, не пускает. Короче, так. На самом деле, интересно было бы, конечно, вас увидеть в бою с иностранными соперниками. Это всегда будет интересно в этом плане, в плане какого-то продвижения. Но все-таки я уверен, что самые принципиальные поединки, самые со спортивной точки зрения интересные противостояния, это все-таки Кавказ, Россия. Здесь внутри. Ну, это, это сто процентов, я думаю. Потому что, если мы не будем между собой драться, то не будет таких боев. Такие зрелищные бои, кто еще покажет? Принципиальные бои, тем более. Даже, знаете, вот я по грэплингу, когда выступаю, даже там это есть. Когда ты видишь, вот заходишь, смотришь своих соперников, когда ты видишь, что весь есть Кавказцы, и у тебя уже, знаешь, так, ты сразу напрягаешься. Ты понимаешь, что там уже будет определенная другая принципиальность. Друг-другой. Если я выиграю реванш с Ламом, у нас еще третий бой должен быть. Я думаю, у нас много чего. На самом деле, тот фильм, который про вас сняли, он довольно интересно вас раскрыл, но хочется чего-то большего. Я думаю, вот показать ваш быт, как вы живете, как вообще к вам относятся, да, все-таки и в селе, и в городе. Это все нужно было бы показать, это было бы интересно. Ну, мы ждем, вот Геннадий, там, этот, Резуан, все ждем. Им вроде понравилось, но мы не успели, потому что чуть позже они приехали и стемнело быстро. Но надо чуть пораньше приехать, даже с ночевкой там остаться. И вот так отснять там, вот места есть хорошие, где можно сборы сделать, людей посмотреть там. Можно вот это интересное? Ну, Резуан говорил, мы, говорит, к Исламу поехали, говорит, он такое гостеприимство проявил, принял нас, мы сидели, кушали. Я в тот момент ему говорю, а Ислам кушал? Он говорит, Хинкал кушал? Он говорит, не, не кушал. Я чуть-чуть успокоился, насчет диеты переживал. Он говорит, не, Ислам, говорит, не кушал. Я, вот сейчас тоже там, на соболезнование поднимался, не было вариантов не подняться, там у друга отец упокоился. На соболезнование, да. Спасибо. И вот, приглашают там, кто долго стоит, там, сидят у нас, обычно приглашают, чай там туда. И неудобно, чтобы перед всеми тебя там, а ты говоришь, я не могу кушать, я не хочу. Заходишь, просто чай выпил и вышел вот так. Три дня в селе был, а в селе, у меня мама сама тоже не должна кушать, мочное. И я тоже не кушаю вот в протяжении всей подготовки, но она все равно готовит, но сама кушает потом. Я говорю, я же на диете, я же готовлю, зачем мне так все готовить? Ну вот сейчас после боя я позвонил, я говорю, давай сейчас еду, готов там хинкал, покушу. А вес большой у тебя между боями бывает? Ну есть максимальный. Вот сейчас говорю, 84 показал. Это максимальный вес, да? Ну не, больше не поднимает. Но вот сейчас может подняться, я после каждой сгонки я поднимаю 2 килограмма где-то вот так. Все больше и больше, да? Ну я могу, если я дать Олю организму до день боя 80 набрать, я просто особо не говорю, я же вот углеводы там следят, не дают кушать. Но это правильно из-за этого. 10 могу спокойно набрать. У тебя, по-моему, нет, да, такого большого веса? Нет, никто мне не верит, всегда меня на эти весы ставят, всегда вот на спор. У меня и по любителям, когда на 70 дрался, я возвращался. Максимум, вот максимум мой вес можно составить вечером до тренировки 79 килограмм. Утром 77-800, 77-900, иногда 77-300. Вот этот вес у меня всегда. Потому что я тренируюсь много, когда много борьбы, много там, ты не успеваешь набрать вес. И у меня корпус большой, чем у всех их, а ноги у меня не такие сильные. И поэтому, кажется, я очень много вещу. Батиста тоже такой, 70 килограмм. Огромный корпус у него. Думаешь, как он гоняет, а на ноги смотришь и понимаешь, что у некоторых это вес уходят ноги. Ну и, наверное, один из последних моментов, который я хотел с вами обсудить, это бой нашего брата, земляка. Даже не бой, а перспективы Моусера и Улоева. Почему говорю о нем? Потому что это ваш вес, и максимально интересно сравнивать вас и их. Он дерется в UFC, вы деретесь в ICA. Тапурья стал чемпионом. И сейчас Моусер добивается этого боя, но мы видим, что вряд ли ему его сразу дадут. Но если дадут, какие вы видите шансы у Моусера в поединке с Тапурьей? Я думаю, есть шансы у него стать чемпионом, потому что просто взять те бои, которые он проводил до этого момента. Все тяжелые бои, все почти решением большинства боев у него. Все решения были в UFC. И очень тяжелые. А у Тапурья у него нокаутами много боев и досрочных много. Моусер хочет выиграть этот бой. И за счет этого голода, за счет его терпения, и за счет тренировочного процесса, как я знаю, он очень сильный пахарь. Очень сильно тренируется. Я слышал за него очень давно еще даже слышал, когда он со времен М1 кросс бегал, говорит Рашид Магомедов. Он до сюда не доходил, но кросс прибегал наравне с ним. А Рашид тоже хорошо бегал. Он там всегда хорошо бегает, сейчас в последнее время не бегает. И я вообще верю, что он заберет и за него болею и переживаю. Он должен забрать, потому что у него все шансы есть. Но он любит еще и пропускать. Если в этом бою он подстроится, но я, например, подстраиваюсь под каждого соперника, я не собираюсь там с ударниками долго стоять там. Чуть разведку сделал, свою навязываю, борьбу лезу. А если кто борется, с ним могу я в стойке постоять там раунду, посмотреть дистанцию. Я думаю, есть шансы у Маусара. Сейчас с Артегой, я думаю, он визуал вроде бы. Претендентский. Да. Но его он пройдет, я думаю, Артега, если честно, мне кажется, мотивацию уже потерял и не чувствуется. Ты как думаешь, Алихан? Ну, если взять их, они там стопами, такими сильными бойцами. Обе я не видел, чтобы дрались там с резкими бойцами. Но Маусар, если технически оценить, один всего очень знает, возьмет он это тело или нет, конечно, но Маусар умнее и техничнее, а тот намного агрессивнее и вот сильнее. Тяжелее, да. Вот сильнее. Вот это вот, кто вот свое навяжет, как Ислам сказал, думаю, возьмет. устают они тоже обе. Когда вот я заметил, Маусар тоже дышит, когда уже борется, а тот слишком много сил теряет. И там, я думаю, кто навяжет, тот и выиграет. Вот на сегодняшний день Маусара не будем брать в расчет, потому что все-таки он наш парень, наш человек, как бы, чтобы никто не обижался. Волкановский, Тапурия, там, Артега, этот, который с Артегой дрался. Зомби корейский? Нет, вот Мексикан сейчас, который дрался. Так, с полу? Нет, вот сейчас Артегой выиграл. Родригес, да, Родригес. Вот этих ребят, если бы пустить в клетку там, с Исламом Амаром, с Алиханом Сулеймановым, с Бибертом Тумяновым, с Курбаном Тагибовым, что было бы? Я думаю, сухую. Вот реально так. Вот единственный, Волкановский, и мне Ислам немножко трудно было бы, ну, выиграть мы смогли бы, залеживать его, за спину держать. А так, я вот, вот Родригес, который, он абсолютно новичок в партии. Да, он сильный ударник, но... Ну, я не думаю, что вообще в техническом паре мы должны переехать всех. А ты как считаешь, что? Я Родригеса, наоборот, вижу, что-то опаснее. Он вообще непредсказуемый. Нестандартный, да? Да, он на это и есть. Но, Волкановский, я думаю, наоборот, нам легче было бы его выиграть в данной ситуации. Он подустал. Когда смотришь на него, на Артегу, потом еще Холувей чуть свежее выглядит еще. Потом Да, про Холувей забыл. Да, выглядит свежим. Вот Джимми, вот которого этот нокаутировал. Джим, что ли, вот тут и Роком есть один такой лысый, рубака. Табурья нокаутировал его. Эммет, Джордж Эммет. Да, вот их, они уже подустали, уже 66 килограмм, там, Моусор, я думаю, точно заберет, а вот с ними легко было бы нам. с Табурью тоже, он тоже молодой, свежий, он тоже, с ним тоже, я думаю, чуть не так легко было бы, но мы могли бы выиграть. Табурья слишком однообразный. Я вот как считаю, либо борец, либо хороший ударник, и думаю, его может победить, потому что он чисто джицер, я не видел, как он встает из-за под него. Я видел, как он на болевые кидается. Он базовый борец, по-моему, греко-римского стиля. Ну, греко-римский стиль, это, ну, совсем не то, что надо в ММА, мы это все знаем. Так что, я думаю, просто однообразный, хороший, либо ударник, либо борец, Тума Табурья может без всяких таких проблем вынести. Кстати, вот, знаете, всегда мысль же возникает такая, вот эти бои стыковочные, как прошли бы, мы всегда будем об этом говорить, всегда будем анализировать, мнение высказывать, всегда большинство болельщиков будут говорить, вернитесь в реальность, UFC другой уровень, это уже настолько стандартно, что уже даже и неинтересно. Но по факту, недавно Беллатор с ПФЛ склеснулась, и состоялись поединки, и 5-1 Беллатор выиграл. И, если честно, вот, мне кажется, довольно очевидно, что сейчас UFC, Беллатор и ACA, даже может UFC, ACA и Беллатор, вот, эти стыковочные поединки, как вы думаете, они показали бы истинную силу, лиг, или все-таки не только в противостоянии чемпионов заключается сила организации? Я думаю, если между этими лигами сделать гран-при, то, я думаю, 66 килограмм в финале вышли бы оба с ACA. Ну, я так считаю, 66 килограмм вышли бы в финал оба с ACA. 61 до 84, вот эти веса, я думаю, тоже... Если честно, Гасанов, 84 раз ты сказал, просто, я не знаю, может быть, я под впечатлением этого парня, но я даже не знаю, кто его сможет остановить сейчас. Я говорю, в мире даже. Он очень хорош, на самом деле, я тоже об этом думаю, он очень хорош. И причем он пугающе набирает обороты. И 66 как раз таки хорошо, что здесь... Это, на мой взгляд, самый сильный вес в лиге ACA, потому что вот эта концентрация невероятно, знаете, этих убийц, скажем так, головорезов, в кавычках говоря, просто, ну, это что-то, что-то с чем-то. Тоже Луис Лаурентинов, посмотрите, человек, у которого там победная серия длинная была, который в ПФЛ не последних людей выигрывал, здесь просто уничтожают его. Ислам начал эту историю, и вы видите, как дебютант нашей лиги выиграл у него. А он, что-то, я думаю, он будет более заряженным с Курбаном, но Курбан вообще не понял его. Курбан как будто душу у него забрал. Именно вот... Курбан, на самом деле, очень такой серьезный гангстер. Еще на весу гонки с ним успел хипишнуть там. Я помню, да, и на подкасте, когда стали друг перед другом, вот это ментально составляет, и поэтому, 66 действительно, я даже не знаю, еще Хазбуллаев у нас был, еще Салманжа Молдави был. Представляете, вот всех, Балаев был. Борец этот, Шпетр Янов, Уигл, Эльдин, Стерлинг. Я с ним в Дубае боролся, у меня еще рука завязана. Это после боя, с Исламом? Да, еще у меня вот эти две грижи, начал болеть, они могут не двигаться, и мы пошли на тренировку с Боковой. Помнишь, ты еще там, спортсмен, что ли, сказал, потом я его еще мучил. Ахмат Хамбоков. Григорьевич, Эльдин Мэй становится, типа, давай в пару поставим. И он с камеры садится. Он очень такого ждет, чтобы меня побороли, кто-то там задушил. И я вот изо всех сил начал с ним бороться. Я его 5-6 раз заставил постучать. И из-за этого у него вообще усугубилась эта травма. У тебя? Да. Возьмем Эльдин Мэй, он же хороший борец на самом деле. Сейчас, кстати, в 66 дерется. Ну, конечно, я не верю, что он без химии. Он реально настолько силен физически. Ну, я вот наш уровень, даже пацаны с Янгилсом много, выше борьбы и физики. я его и борол и душил, хотя я в очень плохой форме, но вообще я в форме не был. Ну, и знаешь, еще, Олеган, нужно, наверное, учитывать такой момент справедливости ради, то, что ты можешь бороться на тренировках, бить на тренировках. И я не говорю, что ты в бою этого не сделал бы, но в бою все-таки немного другая история. Помнишь, Альберт Дураев тоже говорил, как он Бакли просто там полы им вытирал, там, выигрывал, как хотел. А в бою все-таки другая история. я тоже слышал, они или специально они не работают на тренировках. Кое-какие навыки ты все равно можешь определить. Кое-какие. А, конечно, ты в спортзале и реально будет разные вещи. Ну, я знаю, наших ребят, которые принципиальные, они в зале работают так, что у них отсюда пальцы рвутся, на ногах пальцы рвутся из-за принципиальности. Один из таких, это Хасвулаев, я думаю, слишком принципиальный на тренировках тоже. Из-за этого травма у него? Из-за этого, я думаю, много травм. У нас в зале тоже очень принципиально. Ты сам знаешь, если человек мне проигрывает, я всегда беру тяжелее себя, борцов, там, хороший джитсер. И я их полностью людям говорю, что я его там сломал, либо задушил. И они вот принципиально самодерутся. Вот это мне на руки играет. У меня не бывает такого. У меня с Саравали есть басир? Басир, да. Да, вместе готовились. Он меня вот эту анаконду два раза задушил. И по залу бегал, там, эй, поезд принеси сюда, я чемпион, туда-сюда. В зале у нас рубка бывает с ним, очень хороший, крепкий парень. На 66. Вот сейчас такой бой закатили они. На 70 килограмм. У меня вообще принципа не бывает в зале. Я стараюсь максимально без травм уйти оттуда. Бал не проигрывать я стараюсь. Вот когда я хотя бы проигрываю сватку, меня это реально достает. Я уже просто ночью не сплю, пока не реванчирую. А мы же вместе тренируемся с Алиханом. Никогда в жизни я в пару не вставал с ним, но я вот наблюдаю всегда, я вижу, насколько тебе важно доминировать в бою. Он всегда сверху, он всегда душит, вот ему очень важно именно доминировать. Поэтому у меня тоже много травм из-за этого. Но я очень сильно не проиграть в зале, у меня всю жизнь это было. Вот видите, насколько вы разные, да? Вот у тебя такой вот Абдурахман Дудай такой же, как и ты. Он в зале много кому проигрывает, в зале там может, но он в бою совсем по-другому. У меня в бою вот сам не говорю, но другие говорят лучшая борьба там туда. Я в зале пока у нас турник бывает круговая один турник, один турник отработки. Вот круговая я пока три раза не проиграю, я ее круг полностью пройти не могу, пять-шесть человек. Я там настраиваюсь, хоть настроиться, не настроиться, я там может стоечник прийти, повалить, вообще без проблем там проиграть. Без этого не беру. Три схватки я и то всех запускаю, последний я захожу. И потом только вот разогреваюсь, потом круг прохожу, успокаиваюсь. Так-то меня тоже, когда круговая идет, тяжелой попадается там туда. Ну вот, я специально беру его, больше если контролировал, я, чем он меня. Вот это для меня нормально. Но если он меня полностью контролирует, а его нет, вот это меня задевает. Потом тяжело спишь, да, ночью. Я потом специально меня пара, либо там это делаю, когда ты должен стоять у сетки, когда Сайфулла отвернется, я становлюсь в атаку, чтобы его побороть в ноги. Кстати, вот этот Сайфулла Джабраилов, это такая очень серьезная угроза, я думаю, для полулегкого веса. Он возрастной, просто он очень сильный парень, и мы сейчас хотим его с кем-нибудь посильнее поставить. такой для него неудобный. Думаешь? Минус на минус. Серьезно? Он очень быстрый, как он, и очень, ну он же мастер спорта международного, когда сапогоним, и у него руки очень тяжелые, хлесткие, быстрые, он вот с борцами с такими, как я, он вообще минус на минус. Да, я увидел. Но нам нужны пару новых имен там в топах. Глеб Хабибуллин там тоже. Вот он тоже интересен. Я хочу посмотреть, честно говоря, вот это мой друг, Хажмурад Алиев. Вот ты еще помнишь, сравнивал наше сходство? Как ты дерешься? Да, он раздергивал постоянно по этой жамре. Он с Мансуром Джамбураем дрался, может ты видел, на Игл FC. И он прям, знаешь, Мансур, насколько сильный физически. Я с ним боролся, невероятно сильный. И у них такой тяжелый бой был, но за счет прессинга, за счет прессинга вот Алиев забрал этот бой. Я хочу, чтобы он был у нас в лиге. Он, без сомнения, будет очень зрелищным бойцом. Это 100%. Он, если даже сразу дать, ну, разведку не делал, сразу хорошего, даже, или того же Хабибулина, или же Джихадом очень хороший бой получится. Я думаю, он сразу же там приблизится. Потом можно даже или с Айфулой, или с кем-нибудь. Вот он очень перспективный. И я думаю, на 61 тоже там Шорох найдет, Чарабудин Магомедов. Он за титул дрался, Хавалову проиграл. Да, 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 он с горцы парень. Мне его кто скидывал? Недавно кто-то скидывал мне его. Я думаю, ему тоже можно без разведки сразу дать хорошего, чтобы проверить, какой. Он, думаю, тоже залетит. Он, Рустаму Керимову помогает в подготовке. Он может месяц не пойти, но он пахар, он не может пропускать ренок. Потеряться где-то там свои дела. Из-за боев, того, что боев нет, им приходится там где-то поработать, где-то что-то заработать. Из-за этого придет, ему вот он такой же, как ты, вот ему принципиально выиграть. Принципиально, вообще даже близко бал не отдавать. Он психует, даже не разговаривает. Если на спаррингах его выиграть, он может с тобой не разговаривать. Как же мне это знакомо. Ну смотри, Ислам, это все хорошо, эти ребята, они сильные, но вот знаешь, о чем мы переживаем? То, что братья не дерутся с братьями. Братья все сильные, но друг с другом не дерутся. И это для нас большая проблема. У нас здесь нет вариантов не драться, потому что все наши, кто приезжает к нам, никто не приезжает. Если между собой не драться, то да, с одного зала вообще не стоит ставить, конечно, с одного зала кто с кем будет драться. Раз уж вышел, я бы тоже не подрался. Титул если надо отдать, я бы отдал, он такой брат мой. Из-за этого как с ним драться? Просто с одного зала же мы. Ну раз уж вышел, надо драться, это вот очень некрасиво, либо не уходить. А вот, кстати, вот этот бой Магомед Расула против Ибрашки, как вы считаете, они же, по-моему, не дрались какое-то время, они не могли включиться, а потом раз такое добивание, и мы, если честно, уже в моменте чуть-чуть такие расстроились и думаем, надо что-то делать, потому что у нас такое воспоминание произошло, флешбек, так называемый, как в бою Рашида и Али, но потом что-то, как будто они, вроде не дрались, не дрались, а потом раз такое добивание. Нет, у них у обоих не было такого, и я даже представить не мог, потому что я видел одного, как он готовился, как он хотел залететь, до этого, как он горел желанием залететь этот гран-при. Ибрагим Магомедов, правильно? Он сильно хотел, и Магомед Расул, тем более, никому не собирается там отдавать пояс, такой уверенный и заряжен. Там даже близко, даже подумать, кто был рядом, там даже подумать не могли, то, что они не могут подраться, они еще как настроены были. Мне знаешь, как кажется, они настроились, вышли, и просто в какой-то момент чуть им пришлось преодолеть себя, вот какой-то период, чтобы вот включиться. Не в хорошем положении было Гасанову, когда он и не поворачивается спиной, чтобы он его задушил, ну и сопротивляется, и вот он на нем сидит. Вот эта ситуация очень такая, плохая была его, и он, потом может, в конце концов, ему пришлось добить. И вот с Рашидом тоже, Алибка подрался, все там говорят, даже, ну ему, он такой человек, ему неприятно, ну ему тоже неприятно, но мне очень неприятно, когда говорят, за пацанов держат, и их вспоминают. Мне очень сильно это неприятно бывает, когда именно про него говорят, но он-то никого и не собирался там за пацанов держать. Я видел его весогонку, как он гонял, мы вместе гоняли тот день, 10 килограмм он убрал, 11, даже сам не помнил, недавно, по-моему, 8, я говорю, у тебя 81 было, когда мы начинали гонять, 80. Тяжело сгонял, и вот так, такая же ситуация была у него в ПФЛ. С Ахмедом Алиевым? И с Ахмедом, и с этим, в финале, в финале он вообще собраться не мог, даже там-то бил он, не такой был, но он там мог выиграть, все равно не подрался. Как-то у него, не знаю, не пошло. У него спрашиваешь, он говорит, что-то не пошло, и вот так спокойно. Да, поэтому эта проблема, эти ребята, о которых ты говоришь, это, конечно, хорошо, вот, и чеченцы между собой, ты сам знаешь, Алихан, когда мы бой поставили Жадова Алибекова и Джамбулата Сиримханова, мне столько гневных сообщений написали в личку, и мне говорят, нам этот бой не нужен. Я говорю, подожди, давай по фактам, вот я кого уважаю мнение, с тем я отвечал, а ты же всем не ответишь, тебя не хватит. Я говорю, смотри, сколько чеченцев в этом весе? К примеру, 40 человек и 10 из них чеченцев, даже 15. Вот один круг, они проходят, ты им не даешь бои друг с другом. Дальше что нам делать? Каждый раз бразильца привозить? Я говорю, ты за свои деньги там на 1500 билеты купишь бразильцам, приведешь его, привезешь ему соперника? Он говорит, нет, откуда у меня такие деньги? Вот, откуда у лиги каждый раз? У лиги-то эти деньги есть, понятно, но ты же понимаешь саму суть этого? Мы не можем каждый раз каких-то искусственных ребят привозить сюда. Вот, и это он говорит, ну да, это да. То есть, одному я это доказал, но всем другим я не докажу. И ты в город выходишь, элементарно доходит до того, что уже ты видишь напряжение у людей, уже на тебя смотрят, как на врага народа, как на человека, который делает какие-то плохие вещи. Ну это же спорт, как по-другому. Поэтому у нас это очень больно воспринимается. И поэтому, да. Политик, религия, вот этот национализм, я думаю, мне не нужен. Не нужен он в спорте. И плюс, смотрите, я гигал заканчиваться, каждый бой проходит, ребята берут микрофон, что мне нужно сделать, чтобы еще в основную лигу попасть? Я уже доказал, дайте мой контракт. Хорошо, ты говоришь, а ты со всеми будешь драться? Нет, ну со своими не буду. А как тогда? Ты же видишь, а как лигой быть тогда? Поэтому, как только вот это самосознание это перещелкнет, и люди поймут, что если не хотите драться, вас не заставляют. Но если вы пришли, вам надо драться со всеми. Мы же в каждом бою тебе дагестанцы не предлагаем или тебе чеченцы не предлагаем. Но обязательно наступит тот момент, когда этот выбор станет. Мне это сказали, помнишь, когда объединили? Будешь ты драться с чеченцами? Ну я сказал, с любым, кто выйдет, я буду драться. Еще у нас в гран-при по два чеченца было. Лучше в клетке подраться, чем на улице. Всю жизнь друг друга бьем на улице. А ты же тем более в гран-при, те еще, знаешь, не за памятные времена, внутриклубные, помнишь, в гран-при были? Там же дрался, по-моему, много через что, да, проходили? Я со всеми подряд дрался. Ты же вот из всех известных со всеми дрался, по-моему, из наших ребят. С Дудаевым он дрался, когда еще молодым был. Да. Потом вот эти моменты. Я со всеми подряд, вот, кому меня предложили, я же всю жизнь проигрывал, до 18-17 лет. Вообще, много проигрывал. Ну, до этого времени, да, драться, что? Да, я вот начал, вот, когда уже первые места, там, завоевывать, на вольной борьбе, уже я начал, на международных турнирах, вот уже, всероссийские турниры были, где чемпионом мира, и вот уже третьим становился, где-то там вторым, на республике стабильно, в финале бывал. Вот уже, вот я набирал, вот в этот момент я со всеми подряд дрался, со всеми подряд. Но тогда мне рекорд, на рекорд это не шло, потому что ты же молодой был, еще на замену выскакивал. И вот, я дрался, но я думаю, наверное, сейчас, то, что меня отличает от других борцов в плане техники, это то, что я много проигрывал. В борьбе или в ММА? В борьбе, именно в борьбе, я всю жизнь в вольной борьбе, вот проигрывал много. Потом уже гэппинг перешел, вот уже первый раз, по гэппингу я первым стал. Потом уже по вольной борьбе начал занимать. Я помню, СКФО, я очень тогда любил наблюдать, 14-й год, по-моему, ты, по-моему, с Адулаевым боролся, да, в финале. Помнишь, Мухаммад Садулаев? Такой маленького роста, Беллатор дрался, про Эфси дрался. Дагфайтери он был. Такой маленького роста был. По-моему, ты с ним, помнишь, боролся? Какие-то споры были. А, нет, ты боролся не с ним, ты боролся с Тамиком. Я не знаю, вот все вот сейчас пацаны с Дагестана, вот, с Кабардино-Балкарии, которые сейчас, ну, черные пояса, там, Абудаби, я вот практически всех побеждал на вот этих турнирах. По гэпплингу. По гэпплингу, я, потом по вольной борьбе, я вот, Даги-Багатский турнирснаж. Да, да, сильный турнир. Там третьим стал. Вот, вот из этих боев, вот, я уже, ну, у меня времени не бывает, там боролся, но очень хочется там побороться. Вот уже о гэпплингом очень давно не боролся. Вот недавно боролся по джиу-джитсу, помнишь, турнир был? Да, два выиграл. Это до боя с ним же было, да? Да, до боя. Дауд Магомедов есть такой сильный грэпплер. Я знаю, от этого ухожу, я вот одно слово сказал, мне это замечание дали, я проиграл. Хотя я вот с этим, с действием выигрывал. Потом, я же 5-6 лет не надевал кемона. Вот начал бороться, вот немножко проснулось, вот в конце уже, когда начал сватки делать. Ну, хотелось бы еще немножко побороться на турнирах. На самом деле, очень много всего можно обсудить, и у нас подкаст получился довольно-таки разнообразным. Мы затронули многие темы, для кого-то отдельное будет интересно. Что мы можем сказать? Ислам, ты в финале гран-при, мы с нетерпением ждем поединка между Бибертом и Курбаном. Ты будешь в Москве на этом турнире, и мы будем рады и заинтересованы увидеть твой дуэль взглядов. Алихан, ты тоже, я знаю, что вроде собираюсь на этот турнир, и там намечается серьезная тусовка, и в 66 это очень вообще сам по себе интересный вес. Но и ситуация такая сейчас складывается, что все становится очень интересным. Ну и ваш, вероятно, реванш, который может приблизительно к концу года пройти, по всей логике, если все будет складываться хорошо, вы будете выигрывать, это тоже будет большое событие. С нетерпением ждем, если суждено, оно случится, ждем вашего повторного боя, и в целом ждем ваших выступлений. Спасибо вам, что пришли сегодня. Ислам, тебе за то, что ты приехал в Грозный, рады всегда принимать тебя здесь в гостях. Алихан, тебе спасибо за то, что ты безотказно всегда идешь на встречу, для нас это очень приятно. Так что увидимся в Москве на турнире ACA 172. Друзья, если кто не смотрел, обязательно пересмотрите первый поединок между Исламом Умаровым и Алиханом Сулеймановым. Это возродит вас интригу, которая ждет нас еще впереди. Посмотрите бои этих ребят, они действительно топы, и то, что мы сегодня сравниваем с мировыми топами, это все оправданно. Ну и, конечно, следите за нашими подкастами, они набирают обороты. Каждый выпуск довольно-таки рейтинговый, просматриваемый. Ну и моя просьба, как всегда, предлагать своих гостей, кого вы хотели бы увидеть в следующих выпусках. Ну и такая скромная просьба, подпишитесь на канал, как там говорится, ставьте колокольчики и так далее, чтобы напоминание шло вам, проявляйте активность, для нас это очень важно. Ну и берегите себя, занимайтесь спортом. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова